Мне хочется рассказать о своем деде, так как с детства слышал массу историй от своего отца и от моего дяди. Мой дед Дьяконов Павел Дмитриевич, он коренной новосибирец, родители у него были рабочие, очень увлекался физкультурой и в начале 20-х годов, несмотря на большие сложности, отправился в Москву и закончил Московско-цирковое училище при Московском госцирке. Выступал в коллективе Московского госцирка, у меня даже осталась памятная фотография. Затем был направлен на работу в Новосибирский госцирк, там же окончил факультет физической культуры и спорта. Очень увлекся парашютным спортом. Уже будучи курсантом авиаклуба, он поступил на курсе летчиков-истребителей. Когда началась Великая Отечественная война, неоднократно писал заявление о призыве на фронт. Воевал он на Дальнем Севере, Мурманск, и являлся непосредственным защитником северных рубежей нашей столицы. Участвовал в совместных сражениях со знаменитыми авиаполками Нормандия-Неман. Был капитаном, командир эскадрильи истребителей. Трижды сбивали его в бою. Он был очень тяжело ранен. Пролежал без сознания в госпитале. Около двух недель врачи говорили, что он не выживет. Тем не менее, пришел в себя благодаря крепкому физическому телосложению и духу. У меня до сих пор имеются, как наследство достались, фронтовые письма домой, фотографии, где он пишет, заботится о своих детях, пишет, что поедет долечиваться в полк. Письмо деда от 8 февраля 1944 года. Здравствуйте, папаша, мамаша и привет всем остальным. Целую без конца своих сыночков, Глебочку и Артурика. Папаша, я от вас очень долго не получаю писем. Верно, в связи с моим переездом на новое место. Я тоже долго не писал. Вы знаете, я очень часто вижу во сне Глебочку. Мне он снится каким-то большим. И Артурик тоже большой какой-то стал. Мне так хочется на них посмотреть прямо черт его знает как. Мы сейчас находимся на отдыхе и в то же время учимся летать на новых истребителях. Себя я чувствую хорошо. Вы мне все напишите о сыновьях, ничего не скрывайте. Прошу, если сможете, то пришлите с их фото или сфотографируйте их. Скоро опять начнем громить фрицов. Скоро им совсем конец будет. Прошу, пишите больше. И о Глебочке с Артуриком. До свидания. Целую всех, Павел. Это последнее письмо деда. И вот в 1944 году, в мае, он был уже в части, облетывал новые истребители с недолеченным ранением. Они сопровождали на зимовку два штурмовика Ил-2. Четыре истребителя летели в охране. Был налет мистер-шмидтов немецких, завязался неравный бой. Первого дед Павел сбил, а потом увлекся атакой за вторым истребителем. Прикрывал его, его однополчанин. После чего он пропал из поля зрения. И спустя несколько дней в карельских лесах около деревни Мурмаши нашли разбитый самолет, обугленный труп летчика, которого познали по фотографиям сыновей, которые у него хранились в ножнах этого боевого ножа. Ну, таким образом, он погиб, защищая северные воздушные рубежи нашей родины от немецко-фашистских захватчиков. Неоднократно награжден медалями, орденами. Я лично знаю, что у него были две награды, два ордена боевого красного знамени. Собственно говоря, больше всего собирал информацию и хранил, как Зенит Суока, фотографии, документацию. И после его героической гибели отец многие документы у военных истребовал. Все это досталось на хранение мне. Мы считаем, что нужно обязательно нашим детям, внукам, потомкам рассказывать о наших дедах и хранить эту память. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова